Дорогие друзья, всем большой привет из солнечной Турции, кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живу я в Змире, но вы смотрите канал Turkey in Life, и сегодня, как я и обещала, я записываю видео из серии ответа на ваши вопросы. На прошлой неделе я публиковала фотографию, где просила вас задавать вопросы, чтобы потом записать для вас видео, ну и, наконец-то, я отвечаю. И давайте начнем. Вопросов пришло много, поэтому... Начнем с вопроса об Измире. Давно у нас не было ничего про Измир. Значит, зона любви спрашивает меня, что для вас было самое тяжелое в Измире на первых порах? Ну, на самом деле, особо сильно тяжелого ничего для меня-то в Измире и не было, потому что я уже до переезда в Измир жила в Турции довольно долго, но для меня было тяжело и непривычно то, что море здесь далеко. Я привыкла жить в Алании, где у меня было море в 150 метрах от дома, и я всегда могла спокойно пойти искупаться или просто посидеть возле моря, а в Измире мы переехали в районе Байраклы, и до моря, даже вот до нашего грязного залива, приходилось ездить на транспорте либо на машине, ну а что уж говорить о том, чтобы поехать куда-то искупаться, то это ого-го, как далеко. Вот, поэтому мне вот это было тяжело. Также мне было тяжело то, что я не ориентировалась в большом городе, и для меня это было сложно. В первое время я не могла никуда особо одна пойти без навигатора, вот, но потом привыкла где-то меньше, чем за год. Я уже очень неплохо изучила город, и сейчас всё в порядке в этом отношении. Вот, очень было язык, поскольку язык я знала, то мне легко было влиться в местную жизнь, и поскольку здесь очень много выходцев из Балкан, светлоглазых, светловолосых, мне было здесь несложно. Было также тяжело и непривычно, что я не смогла найти себе работу, потому что в Измире иностранцы без гражданства брать особо не хотят, к сожалению. Сколько стоит вид на жительство и прописка на одного человека, спрашивает Розаев Надир. На самом деле, я уже так давно, столько времени прошло после того, как я оформляла свой первый вид на жительство, что точную сумму я вам сейчас сказать не могу. Тем более она варьируется от стран. Для какой-то страны выходит дешевле, для какой-то страны выходит дороже. Это зависит от налога, который вы оплачиваете при первичном оформлении. Я зашла в интернет, посмотрела, что сейчас налог на первичное оформление в районе 650 лир, плюс 110 лир вы платите за карточку, за пластиковую. То есть где-то в районе 760-800 лир рассчитывается только на налог. Плюс страховка, насколько я знаю, цены на страховку начинаются лир от 200, но эти страховки, они вообще не рабочие. Так только для вида, вот. И зависит, ценник на страховку зависит от возраста. Потом, что еще, что еще, что еще. Услуги, если вы пользуетесь услугами помощников, да, какую-то сумму они с вас возьмут. Ну, в общем, я считаю, я думаю, что где-то в районе полутора тысяч у вас найдет, уйдет на оформление первичного ВНЖ. Лир, естественно. Естественно, лир. Кстати, хочу сказать, что многие не поняли моего призыва задавать вопросы и начали мне писать, а сходите, снимите то, а сходите, снимите это. Я сейчас вот эти комментарии даже озвучивать не буду, потому что это разговорное видео, ответов на вопросы, ответ, да, то есть ответов на вопросы. И, ну, как бы, смысл. Поезжайте, снимайте то, поезжайте, снимайте это. Юлия Яя. С удовольствием смотрю видео, читаю Инстаграм. Очень нравится твой стиль. Все интересно и много неизведанных мест. Спасибо большое. Я рада, что интересно. Для этого и стараюсь. Генея Мамедова. Шикарное фото. Спасибо. Енот Плей. Анна, здравствуйте. Я хотела бы узнать, по каким дням открыт гарем в топ-капы. Вообще, в Турции, как и во всем мире, большинство музеев не работают по понедельникам, но топ-капы не работают по вторникам. У него другая дата. Вот, то есть по всем дням, кроме вторников, гарем открыт. Аня, здравствуйте. Какое у вас образование? Сколько вам лет? Уже неоднократно говорила, что я закончила факультет журналистики Южноуральского государственного университета. Что это было? В 2007 году, господи, как это было давно. Вот, а лет мне 35. У меня в душе 18. Добрый вечер. Могли бы вы рассказать про сестер Султана Стюлимана? Я про них ничего не знаю, поэтому не могу. Мне кажется, Google лучше даст ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Анечка. Пишу второй раз, так как мой вопрос куда-то пропал. Очень интересно, есть ли какие-то рассказы очевидцев о потусторонних силах или привидениях, связанных с дворцами, историческими местами? Никогда не интересовалась. Это специально перед тем, как начать снимать видео. Я зашла в интернет для того, чтобы посмотреть. И я нашла несколько мест. Значит, я вам сейчас просто их кратко зачитаю. Но вам уже, если будет интересно узнать об этом поподробнее, вы сможете зайти в интернет. Итак, это голландский дворец. Пишут, что здесь есть какая-то интересная история о привидениях. Потом также... Очень интересная история о Переликюшке. Тоже можете почитать, посмотреть. И на... А, смотрите, еще... Джемиль Моллакёшкю на азиатской стороне Стамбула. Там, говорят, тоже по ночам ходят призраки в особняках. И еще заброшенный дом на Принцевых островах. Греческий приют. Тоже говорят, что там водятся призраки. Но вообще можете зайти, прямо так написать призраки Стамбул. И вам выдаст в гугле эту информацию. На самом деле, я в это вообще не верю. Мне кажется, что это просто туристические ходы. Это как-то так. Валентина Ден. Очень интересная информация про Бодрум и вообще Эгейское побережье. Про Бодрум у меня есть видео на канале. Все это находится в плейлисте города и районы Турции. И там у меня много также видео разных про Эгейское побережье. Поэтому можете смотреть. Елена Александровна, были ли вы на исторической родине мужа? Если да, то что вам больше всего понравилось? Что интересного отметили бы? К сожалению, мы планировали поездку в Сербию в этом году. Но коронавирус поменял планы всех, как вы знаете. Я не могу даже на свою родину выехать. Сейчас, несмотря на то, что открывают сообщения с 1 августа, пока еще очень раздумываю, стоит ли или нет. Айгирим Русланова, в какой город лучше переехать в Турции? Дорогая Айгирим, вам никто не даст ответа на этот вопрос. Почему? Да просто потому, что каждому свое, как говорится. Я жила в трех городах. Я жила в Анталии и Алании. И сейчас я живу в Измире. Раньше я считала, что лучше Анталии не может быть и города. А сейчас я говорю о том, что я бы ни за что не хотела там жить. После Измира. После того, как я действительно увидела классный город. Для меня Измир самый комфортный город. Потому что он не туристический, но при этом большой. И при этом самый европейский и самый свободный. В Анталии комфортнее всего. Анталия и Алании будет русскоязычным жителем. Потому что очень много наэстранцев. Многие переезжают в Стамбул. Я, например, бы не смогла жить в Стамбуле. Потому что это огромный мегаполис. Кищащий как муравейник. Мне тяжело там. Меня выматывает этот город. Так что каждому свое. Мне комфортнее всего в Измире. Снимали ли вы собор Софии и могилу Шихзада Селима? Да, снимала. Видео с собор Святой Софии есть в плейлисте «Стамбул. Город контрастов». Могилу Селима? Нет. Я это не снимала. The One. В каком месте вы сидите на этом фото? Это Карабурун. Наш любимый курорт. Пам-пам. Смотрим дальше. Здравствуйте, пляж Чалыш. Не поняла, что пляж Чалыш. Очень развернутый вопрос. Стоимость аренды жилья в Турции и в разных регионах? Если можно, снимите, пожалуйста, отдельное видео. Знаете, на самом деле настолько огромная Турция и настолько огромный здесь разброс цен, что говорить об этом нет никакого смысла. Зависит от районов, от домов, от благоустройства и так далее. Я вам советую, зайдите на сайт sahibinden.com и смотрите там сколько угодно разные города. Там есть все города Турции, все районы и новостройки, и старые дома. То есть очень, пожалуйста, все, что вас интересует. На машины тоже там можете смотреть цены. Это sahibinden.com. Это самый большой сайт, наверное, где турки ищут аренду, продажу, недвижимости, автомобилей и много-много всего. Оксана Плегань, хотела бы спросить вас, даете ли вы видео уроки по йоге или так занимаетесь? И, кстати, фото просто шикарное. Я раньше давала уроки в студии, но из-за коронавируса опять-таки все это приостановилось. Господи, уже этот коронавирус когда уже закончится? А сейчас я планирую, да, снять курс по йоге для начинающих пока что, который будет состоять из пяти-шести уроков. И продажа будет курса через Инстаграм. Здравствуйте, Анечка, обожаю... Ирина Монакова пишет. Здравствуйте, Анечка, обожаю ваш канал и с большим удовольствием смотрю ваши видео. Каждый раз с нетерпением. Жду ваши новые видео, успехов вам и всех благ. Мне бы хотелось, знаете, планируете ли вы ехать в Стамбул и снять видео про этот город? Сейчас пока не планирую в ближайшее время, но у меня очень много видео про Стамбул есть на канале Стамбул. Город Контраст. Посмотрите, читайте. Так, 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 дальше. Павел Павлович, здравствуйте, Аня. Тут пропускаем про маму и так далее. В соборе изображений серафимов. Расскажите, пожалуйста, что с носиком у одного из них? Или они у всех травмированы, или наследственные? Господин Павел Павлович, вы вообще чем руководствовались, когда задавали такой вопрос? Что наследственное? Кто травмирован? Блин, мне кажется, это вам нужно к специалистам обращаться, если вам хочется узнать такие детали. Если бы вы не написали, я бы даже не знала, что там какие-то отколотые носики есть. Я не архитектор, не историк, ничего такого. Здравствуйте, я бы хотела спросить Натали Фридом. Как дела обстоят в виде индустрии? Я работаю мастером маникюра и педикюра. Можно ли заработать приличные деньги? Как обстоят дела? Я знаю про измер. Я скажу, что у нас есть девочки, которые открывали свои салоны, где работали только русскоговорящие мастера, и работают сейчас, да, и стрижки, и окрашивания, и маникюр, и педикюр. Ну, в общем, всё-всё-всё. Как они зарабатывают, естественно, я не знаю. Устроиться на работу в бьюти-индустрию официально, не имея гражданства, я думаю, что это будет очень сложно, потому что вряд ли кто-то захочет вам оформлять рабочую визу. По крайней мере, в измере точно никто не захочет. Когда есть возможность нанять сотрудников с гражданством, потому что рабочая виза – это большие налоги, это проверки и так далее. Вот. Что касается заработка, ну, я думаю, что это всё-таки прежде всего зависит от того, насколько вы хороший мастер, и если вы хороший мастер, то слава о вас, молва о вас разойдётся по всему городу, и у вас будут клиенты. Так, так-так-так. В какой сфере журналистики вы желали раньше работать? Насколько семейные связи турков затрудняют трудоустройство? И являются конфликтами темы между турками? Я работала в новостях, меня всё это устраивало. Когда меня перестало устраивать, я ушла, и уже больше ни в какой сфере журналистики я работать не хотела. Работала я в новостях на телевидении. Сейчас я веду блог. Кто-то говорит о том, что видеоблогинг, а также Инстаграм-блогинг – это практически та же журналистика. Я не соглашусь. Я бы сказала, что это профессия, ну, блогер-профессия, да, это работа, которая находится близко к журналистике, но журналистикой её не назвать. Но в целом, в принципе, да, как бы я реализуюсь хотя бы так. Что касается семейных связей турков, трудоустройство иностранцев затрудняет не семейные связи турков, а законодательство Турции, по которому, чтобы оформить на работу иностранца, нужно иметь как минимум пять турок в штате, заплатить кучу денег, кучу налогов и так далее, платить ему зарплату больше, чем турецкому гражданину и так далее. Вот это всё затрудняет трудоустройство. А семейные связи, думаю, никак не касаются. Милана, скажите, пожалуйста, почему казнили Шикзада Боезида? Не знаю, я, кстати, даже сериал до этой части не досмотрела, почему его казнили. Не знаю. Если когда-нибудь поеду снимать что-то, что касается Боезида, почитаю в интернете и расскажу. Расскажите, пожалуйста, Бушуева Юлия пишет, в каких регионах Турции действует масочный режим, какие ограничения и штрафы, выбираем между отдыхом в Измерии и в Анталии. Насколько я знаю, что масочный режим отменен только в Анталии. Хотелось бы побывать в Измерии, но отдых маски мне не представляется. На самом деле, да. Юлия, вы правы, но не совсем, не только в Анталии, ещё также в Муле, в таких городах, как Бодру Мармарис, масочного режима нет. А вот в Стамбуле и в Измерии, в крупных городах, Бурса, также Анкара и так далее, масочный режим есть. Вот, ходить на масках нужно везде, даже на улицах, но в Измерии всё-таки маски у многих вот здесь, кто идёт на улице, не все, тяжело, на самом деле, тяжело ходить в жару маски, поэтому народ стягивает. Я тоже это делаю, надеваю маску, когда захожу в помещение, либо когда вижу полицию, потому что штраф за не ношение маски от 900 лир, не хотелось бы платить такую сумму. На пляжах, естественно, никто вас не будет составлять носить маску, ну и в курортных городах на это смотрят гораздо проще, например, в той же Фочи или в Урле, или где ещё, я не знаю, в Кушадосы, проще гораздо, как к кому относятся. Татьяна Павлюк, мне так импонирует ваша искренность и естественность, вы большая умночка. Спасибо за добрые слова. Я не знаю, считается ли мой вопрос тактичным, поэтому заранее прошу прощения, но мне так интересно, как проходила ваша свадьба или другие свадьбы. Традиции, подарки, что для вас было необычно. Мы не делали с мужем свадьбу большую, потому что мы оба, я не люблю всё это, он тоже это всё не любит, мы договорились о том, что мы официально распишемся на нашу регистрацию, мы пригласим близких наших людей, ну, разослали приглашение, естественно, нам приехали мои друзья родные из России, была в красивом зале роспись у нас, тетя Мимурш прочитала нам что-то, что от волнения я не очень поняла, я вообще очень переживала, что буду сказать да или что-нибудь ещё. Нас поздравили, подарили золото, подарили деньги, и вечером мы просто поехали в ресторан с друзьями и с родными посидеть. А так, чтобы вот турецкую свадьбу с плясками, с песнями, не моё это, и слава богу, что этого не было. Что для меня удивительно, в турецких традициях, это вот именно привычка назвать миллион тысяч гостей, не дарят подарки здесь, дарят золото и деньги, я считаю, что это очень классно, особенно золото, потому что оно постоянно растёт в цене, ну, и то, что столы пустые. У нас в Турции не принято, и даже если свадьба с едой, то еда такая, что чисто, чтобы червячка заморить, а прямо вот таких вот шикарных столов, но это только в богатых прямо семьях делают, чтобы прямо шикарные столы были прямо у нас. А у меня ещё на канале есть несколько видео, у меня есть деревенская свадьба, я снимала деревенскую, турецкую свадьбу, обычная турецкая свадьба, так что, если интересно, можете посмотреть, как всё проходит. Инга Попенко, завидую по-доброму, не завидуйте, не надо. Нравится ли вам история Турции? Спрашивает Владимир Серош. Вы знаете, Владимир, история Турции не может нравиться или не нравиться. Это история. Но мне интересно её изучать, и интересно смотреть разные места. Исторические. Так, снимите, пожалуйста, я пропускаю. И последний вопрос, который я считаю нетактичным, я объясню почему, но на этот вопрос я всё-таки отвечу. Хотя, на самом деле, не нужно на такие вопросы отвечать, я считаю. Но отвечу, раз уж он был задан, первый и последний раз. Элен спрашивает, задумываетесь ли с мужем о детях? Быть мамой – это прекрасно. Вы знаете, если что для вас может быть прекрасно, для других может быть непрекрасно. Сейчас задумываться, задумываться – это одно, но пока мы не планируем детей, потому что я как бы морально пока к этому, наверное, не готова. Мне ещё так хочется много всего посмотреть. И каждый раз, когда я думаю о том, что меня что-то привяжет к дому, меня это начинает немного угнетать. Вот. Поэтому пока так. А вообще я вам советую никогда никому не задавать таких вопросов. И так же, как вопросов – а собираетесь ли вы замуж, а когда вы распишетесь, а почему молодого человека нет? Почему? Потому что задавая такой вопрос, я считаю, что даже друзья, даже близкие люди не должны вот так вот лезть в личную жизнь, тем более люди чужие. Почему? Потому что вы, не подозревая того, можете человека подтолкнуть к депрессии или к чему-то ещё. Например, ситуация, когда девушка хочет замуж, а её не берут. И вот она так хочет, а её не берут, а её вот дёргают и дёргают. Ну когда уж замуж-то? Когда? 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 И вот этим самым вы её улетаете. Или когда? А когда дети будут? А может быть, человек детей иметь не может. вы думаете головой, когда задаёте такие вопросы. Или да, а почему молодого человека нет? А может быть, девушка у неё психологическая травма, она считает себя страшненькой. Или там, может быть, и она пережила какую-то травму в прошлом и не может просто завести новое отношение. Люди, будьте тактичны. Иначе вы можете просто сломать человека. Наверное, я зря об этом говорю, возможно, да, потому что обычно до людей не докричишься вот с такими вещами, но на самом деле я не знаю, что людей подталкивает к тому, чтобы задавать такие вопросы. Вот у меня, например, вообще канал больше о Турции и, как вы видите, да, там свою личную какую-то жизнь, я её стараюсь не выносить на обсуждение общественности, потому что не считаю это правильно. Больше, конечно, личного у меня в Инстаграме, но и то какие-то темы я не затрагиваю, потому что не считаю это нужным. И вы, как говорится, многие этой девушке ответили здесь под комментарием, что это не тактично, что не нужно лезть в ту же сапогом, и я с этим полностью согласна. Ну, а на этом я буду видео заканчивать, если вам было интересно, буду рада вашим лайкам, если ещё не подписались, подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok